Здравствуйте, родные наши соотечественники! Мы зовем вас, созываем посидеть у нашего теплого костра. Призываем вас к родному нашему учению, ясне распонятице. Для того, чтобы встать на ноги, нужно сесть за парту. Призываем вас всех, и стар, и млад, сесть за парту и вспомнить себя, опомниться. Мы запустили всенародную школу-вебинар, которую называем «Слушайте все». Чтобы попасть в нашу школу, надо зарегистрироваться по ссылке под этим видеоуроком. Давайте поговорим друг с другом. Давайте поучимся друг у друга. Давайте все вместе поучимся у наших предков, у наших просторов и у нашей вечности. Давайте все встанем на ноги и других поднимем. Костру ясни и слушайте все. А теперь урок. Уже 33-й урок. Здравствуйте, важичи и важи. Дорогие друзья, мы учли все ваши отклики на наше предложение ввести в нашей стране новое обращение к мужчинам и к женщинам. Мы немало подумали над вашими предложениями и над вашими критическими выступлениями по этому поводу. Учли мы также и опыт прямого общения с нашими слушателями, с нашими друзьями и знакомыми. И теперь мы предлагаем немного другое обращение, основой которого являются слова «важный» и «уважение». Здравствуйте, важичи и важи. Здравствуйте. Нас часто спрашивают, зачем вы все это делаете? Зачем что-то изобретаете, что-то предлагаете? Зачем изучаете русский язык? Зачем вы о языке что-то рассказываете нам? И что нам с этими новыми знаниями делать? Куда их девать? Или куда их направить? Куда нам самим направиться? Куча вопросов. Но в нашей сегодняшней жизни вопрос есть только один. Мы – это мы или не мы? Хотим мы остаться самими собою не только сейчас, но и в наших детях, внуках и правнуках. Останемся ли мы во временах? Вот он, какой вопрос. Сейчас мы очень заботимся о своих детях. Очень и очень заботимся. Детей у нас сейчас немного, особенно у горожан. Очень часто один, редко двое или очень редко трое. То количество сил и средств, что мы тратим на воспитание и образование одного ребенка, другие народы, окружающие нас, тратят на троих, четверых детей. Но дети вырастут все, и наши, и не наши, и наших, к сожалению, будет заметно меньше. А свой язык им держать придется. Говорящих не по-нашему, вокруг будет все больше и больше. И давление чужих языков будет только усиливаться. Из-за влияния чужих говоров и слов будут теряться точные значения слов наших. А мы и так уже многое и многое потеряли. Многого и многого не помним. Не помним наши песни, не помним наши сказы и сказки, не помним наши шутки и прибаутки. И песни поем, напеваем сплошь не наши. Падает грамотность, мы стали плохо писать. И почерк уже не тот, и запятыни на местах, и слог не складен. Мы все упали. Нас подлым приемом подкосили, бросили на лопатки, душат, душат, душат. Ждут, когда мы сдадимся, но не дождутся. У нас самые большие в мире легкие и самые крепкие в мире нервы. Все перетерпим, все перенесем. У нас у каждого вся грудь в орденах, от всех войн. Они достались нам от наших предков, предков, предков. И мы передадим их нашим потомкам. Наши предки всегда сражались за Родину, под самым большим в мире знаменем, нашим огромным-преогромным небом. Они сражались под знаменем со звездами, коим нет числа. Нет числа подвигам наших людей, и мы в руках держим их знамя веков. А нашим главным орденом является наш Великий Язык, Золотой Язык. И есть у нас еще один орден. Мы его сейчас не носим. Лежит он у нас в заветной коробочке, в запасниках. Значение его мы уже не помним, не знаем, что это за орден, но он у нас всегда есть. И этот орден ясно. Ясно древнее русское учение о мире. Русский язык – наше сердце, а ясно – наша душа. И всю нашу огромную территорию держат на себе только наш огромный язык и наше великое учение. И нам нельзя их сдать и их потерять. Никак нельзя. Это все равно, чтобы потерять нашу великую землю и наше великое небо. И язык свой, и свое учение нужно держать в чистоте и в порядке. За ними нужен постоянный уход и нужна забота. Время от времени им нужна уборка. И все вновь и вновь нужно расставлять по своим местам. Чисто в языке – чисто на сердце, чисто и уютно в учении – чисто и уютно на душе. Для того, чтобы удержать столь великую страну, как наша, нужны крепкие, надежные узы. Поэтому мы и говорим об этих узах. Поэтому мы и говорим, что нам нужно постоянно работать над нашим общим языком и над нашим общим учением. Вот мы и работаем, как можем. И сегодня мы немного отступим от повествования о жизни на реках и поговорим о реках в другом смысле. А начнем с Днепра. Днепр. 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 Днепр огромен. Огромная европейская река. Его длина – более 2200 километров. Днепр – четвертая по длине река Европы после Волги, Дуная и Урала. По-русски Днепр. Так и называется Днепр. По-белорусски он называется Днепро. А по-украински – Днепро. История европейских государств написанная или составленная людьми русскими и людьми нерусскими. Говорит, что некогда на берегах Днепра существовало большое государство – Киевская Русь. И центром этого государства был город Киев. Количество разных исследований по названию города Киева огромно. И почти все они исходят из того, что он с самого начала и затем всегда где-то примерно так и назывался – Киев. О том, что город Киев называется Киевом, со дня своего основания написано в древней книге «Славян», которая называется «Повесть временных лет». Знаете, есть на свете люди, которые умеют складно о чем-то рассказывать. И, наверное, всегда такие люди были. Этих людей приятно слушать. Они умеют просто и просторно говорить. Умеют вовремя что-то выделить. Умеют на чем-то важном удержать внимание. Умеют где-то это внимание заострить. Они не перегружают свои рассказы излишними подробностями и дают слушателю время самим себе что-то представить, досказать, дочувствовать. У них есть чувство такта, чувство меры, есть чувство места и времени. И они умеют свой интересный рассказ вовремя закончить. Умеют дать хорошее заключение. И слушатели как будто там в этом рассказе сами побывали, как будто все это сами видели своими глазами, как будто во всем этом сами поучаствовали. И среди таких умелых рассказчиков есть те рассказчики, которые умеют свой рассказ складно изложить письменно. То есть, они умеют складно написать свой рассказ в виде текста. Как будто слушаешь голос водителя-сказителя. Льется все, как речка, ручеек. Такие рассказчики называются писателями. Писатели пишут рассказы, повести и разные истории. Одни писатели свои истории сочиняют на основе всего в жизни познанного, подсмотренного, услышанного. А другие описывают то, что видели сами. Или описывают то, в чем сами участвовали. Описывают то, что сами пережили. Что бы писатель ни написал, роман, повесть, рассказ, историю, эссе, стихотворение, поэму, басню, статью, все это есть рассказ. Все это есть разные виды рассказа. Писатель что-то написал, и тем самым он нам, читателям, что-то или о чем-то рассказал. Все виды рассказов вместе взятые, какие только есть, являются, ну или называются, литературой. В широком смысле слова литература есть совокупность любых письменных текстов. Литература есть вид искусства. Это искусство есть умение передать свои мысли другому человеку при помощи слов и вообще при помощи языка. Слово литература слово нерусское. Оно из латыни. Состоит оно из русского слова лига, которое означает связь или соединение, и слово примерно итеру. В латыни слово и тем означает пункт, слово и те означает перейти, а слово и тер означает путь или путешествие. Слово и те может содержать и две буквы те, и ттэ. Происходит слово и те от старого вида русского слова и тти, которое раньше неправильно писалось как и тти. От слова и те происходит слово итерация, что означает перенос или передвижение. А слово итерацио означает повторяю. Каждое написанное слово есть объединение букв. Или можно сказать всякое написанное слово есть лига букв. А каждая буква, в свою очередь, есть лига черточек. То есть, буква есть объединение черточек, из которых она состоит. В латыни лига черточек есть лига итера или лига итера. От этих слов происходит латинское слово в значении буква литера или с двумя т литтера. А уже от слова литера или литтера происходит слово литература. В латыни слово литература может писаться как литтература, но может писаться и с двумя буквами т как литтература. И слово литература означает написанное, письмена, рукопись или сочинение. Однако, слово «литература» все-таки не происходит прямо от названия тех букв, из которых состоят слова. Слово «литература» состоит из слов «литера» и «тур». Слово «тур» происходит от латинского слова «торнус», значение которого есть «оборот», «поворот» или «поход». В русском языке слово «тур» тоже означает «оборот», «поворот» или «поход». Но оно происходит от другого названия «быка» – «тур». А слово «тур» есть упрощение слова «рогатый», читанного в другую сторону. Дело в том, что пахали в старину на быках. И именно быки при спашке ходили туда, сюда, поворотами и оборотами. Каждый проход «быка» при вспашке туда и обратно называется «тур». Две борозды туда и обратно есть некий «рок» или «тур». А слово «литера» в слове «литература» означает не любую букву алфавита, а только такую букву, которой что-то обозначено. Например, какая-то часть текста. Раньше буквами-литерами как бы нумеровали части общего повествования. В общем, литература есть перенос, передвижение, путешествие или поход. Поход, поход. Ведь всякий рассказ есть в некотором смысле путешествия. Кстати, о путешествиях. Поезда, на которых мы путешествуем, есть номерные и есть литерные. Номерные поезда – это те обыкновенные поезда, что ездят по постоянным маршрутам. А поезда литерные – это поезда особые, пронумерованные особым образом. Все поезда номерные должны пропускать литерный поезд, должны уступить ему дорогу. Но это все латынь, латынь, латынь. Но есть же и русское слово «буква». Слово «буква» имеет самое непосредственное отношение к словам «букля» и «каракуля». Слова «буква», «букля» и «каракуля» – есть слова одного извода. Все они означают «кривой волос» или «пучок волос». Дело в том, что волосы, которые растут на щеках мужчины, отличаются от волос на его голове. У волос на голове вниз до виска одна структура, а ниже его, с самого начала щеки структура, волос становится другой. На щеках волосы начинают немного закручиваться, виться. Вот эти волосы на щеках мужчин и называются «каракули» или «букли». От названия этих волос происходит название породы овец, шерсть которых завивается мелкими кружочками. Эти овцы называются «каракуливыми овцами». Щека по-другому и по-русски называется «бачок», который происходит от слова «бок». В щеке есть боковые стороны лица или «бока лица». «Букой» – если помните, по-русски называется человек, который на кого-то обиделся и от обиды надул щеки, молчит, как в рот воды набрал. Знаете, помните, я думаю, дорогие друзья, русскую шутку-прибаутку, которую подтрунивают над разобидевшимся ребенком. «Фидул! А, Фидул! Что губы надул? Да кафтан прожег! Можно зашить? Да иглы нет! А велика ли дыра? Да один только ворот остался!» Это все о буке, о щеках и обидах. По-немецки щека называется «бак», а от этого слова происходит название волос на щеках «бакенбард». По-русски мы это слово пишем и произносим как «бакенбард». Слово «бакенбард» состоит из двух слов «бакен», что означает «щека», и «барда», что означает «борода». То есть «бакенбарды» есть боковины бороды. В ясне лицо человека соответствует созвездию телец. То есть оно соответствует быку. Именно на лице находятся все органы чувств. И главное, здесь находятся глаза. Глаза доставляют нам наибольшее количество сведений об окружающем нас мире. И глаза видят гораздо дальше, чем слышат уши или чуют нос. Глаза связаны с понятием «далеко». А греческое слово в значении «далеко» есть слово «теле», которое происходит от слова «телец». Со словом «далеко» «теле» связаны слова «телескоп», «телеметрия», «телевизор» и «телепортация». И само слово «далеко» тоже имеет прямое отношение к слову «теле». Слово «бык» есть сокращенное чтение слова «телоук». И другие чтения этого слова есть слова «телок» и «телец». Кстати, от этого же слова «телоук» происходит слово «лось». Поэтому «лось» и «лосиха» тоже называются «быком и коровой». Еще от этого слова происходят слова «лоск» и «лосница». А щеки как раз умеют лосниться. Например, щеки умеют лосниться от жира или они лоснятся от пота. И вообще от слова «телоук» происходит название всех родственников лося. Это олени и лани. И, кстати, по-другому по-русски щеки называются «ланиты». Ланитами чаще называют щеки девушек и женщин. И у ланит девушек и женщин тоже есть свои буквы. Эти буквы есть завитки волос, свисающие вдоль щек. У женщин они иногда естественные, но чаще искусственные. Таким образом, можно сказать, буквы, буквы и каракули находятся на щеках, на боках лица. А слова, составленные из букв «каракулей», есть продолжение бакенбардов. И это есть «борода». Чем длиннее борода, тем больше слов. Чем длиннее у человека борода, тем больше у него жизненный опыт. И тем больше он имеет право на свое слово. И не случайно заветные слова у всех сказочных колдунов запрятаны в их «бородах», как у старика Хаттабыча, например. Итак, буквы со щек вниз собираются в «бороду», а буквы собираются в «слова». И слова «слово» и «волос» есть слова, противоположные по направлению чтения общего исходного слова. Слова «слово» и «волос» есть слова одного извода. И эти слова имеют прямое отношение к имени одного из главных богов славян, к имени бога Велеса. Бога Велеса славяне называли и Велесом, и Волосом. Так происходит от того, что эти слова есть немного разные чтения, немного разные упрощения исходного настоящего имени бога. Правда, не совсем все так уж вот просто-запросто. Подробнее о славянских богах поговорим как-нибудь в следующий раз. Известное дело. Бог Велес – покровитель сказителей и поэтов. И вместе с тем он есть скотий бог. Бог Велеса есть бычья голова с рогами, а рога этого быка есть бакенбарды. Так он виделся нашим предкам. Борода находится перед лёгкими в груди и перед голосовыми связками в горле. То есть за нею находятся все органы речи. Поэтому звуки речи исходят как бы из бороды. И поэтому слова идут как бы от самой бороды. Или разговоры разговаривает сам бог Велес. С этим обстоятельством связаны слова «бард» или выражение «бардовская песня». Бардовская песня есть, как правило, некая повесть о жизни и о героях, с душой спетая под нехитрую музыку. И поёт её устами певца-сказителя сам бог Велес. Вот так, уважаемые друзья. Буквы, буквы и каракули связаны и со щеками, и с бородой, и с волосами, и с тельцом-быком, и со словом, и вообще с речью. И все они связаны с богом Велесом. И все эти слова есть слова русские. Кстати, и название дерева «бук» тоже здесь. Писали в старину на деревянных дощечках. Особенно хороши для письма дощечки из дерева бука. Они, в отличие от дощечек из других деревьев, более долговечны. Собственно, само дерево «бук» так называется от слова «буква». Дерево получило своё название от того, что на нём писали. И не наоборот. Исходная дощечка для письма по-русски называлась «книга». А не по-русски, на языках Севера Европы, она называлась «бух», «бок» или как-то так близко к этому. Слово «книга» есть множественное число от слова «кноук», в котором есть другое чтение слова «бок» в значении «буква». Вообще-то и слово «буква» тоже есть множественное число от слова «боков» или «бокон». На самом деле окончание этого слова есть соединение букв «о» и «ижица». И это соединение в конце слов читалось очень слабо, примерно как слабый «ы». Слова «кнопка», «кнуть», «кнокоть», «книга», «знать», «знание» и слово «буква» есть слова одного извода. Наконец, можно несколько слов сказать и о «буковом лесе». Здоровое дерево «бук» – дерево очень красивое, величественное. И «буковый лес» очень красив. И все в нем красиво – и звери, и птицы. «Буковый лес» очень любят олени, лани и лоси. А само дерево «бук» в ясне деревьев соответствует созвездию «телец» или «бык». Так, и напоследок о бокале. Бокал есть особый сосуд для питья вина. Его объем равен объему воды, помещающемуся в двух составленных ладонях, как для умывания. И он равен объему полости рта мужчины. А полость рта, конечно, имеет отношение к щекам, и к бокам лица, и, значит, к бакенбардам и бороде. Но и ко всему, что с ними связано. И к бокалу, разумеется. Вот так. Вроде бы о буквах пока все. Никак, уважаемые друзья, у нас не получается что-то объяснить, не объяснив при этом еще и этого, и этого, и этого. Все требует объяснений, объяснений, объяснений. Ну вот и будем объяснять, да, объяснять, что поделать. Пошли дальше. Итак, поговорили. В букле есть кривой, завитый волосок. В переносном смысле букля – это кривая черта, нанесенная чем-то на чем-то. Процарапанная, например, на буквой дощечке. А на царапанной букля есть часть буквы. Черточки объединяются в буквы, буквы объединяются в слова. Слова объединяются в предложения. Предложения объединяются в тексты, а все тексты есть литература. И слово «литература» состоит из трех частей. Лига, путь и тур. То есть каждый рассказ – есть поход туда и обратно. Поход в какое-то пространство, реальное, вымышленное или как-то представимое. Люди, которые занимаются изучением литературы, называются литературоведами или искусствоведами. Им есть, что изучать. Литературоведы изучают историю литературы, изучают и восстанавливают историю и судьбу произведений письменности. И они изучают формы, методы и способы подачи различных произведений. А искусствоведы изучают законы восприятия и изучают воздействие разных произведений на читателя. Но есть еще и историки. И они тоже изучают литературу. Но историки изучают не художественные приемы писателей, ни способы описания событий, ни выразительные средства и незаконно восприятия. Они изучают литературу по-своему. Они изучают сами те события, о которых написано в этой литературе. Они изучают описанные события так, как будто эти события некогда произошли на самом деле. И как будто все эти события произошли именно так, как о них написано. Литературу, написанную монахами в монастырях, историки считают историей в современном понимании этого слова. То, о чем там написано, они принимают за череду реальных событий, о которых когда-то кому-то поведали какие-то люди, видевшие все это своими глазами. Тексты монахов разных монастырей, разных мест и разных лет историки называют памятниками культуры и историческими документами. И на эти памятники культуры и исторические документы историки всерьез опираются, исследуя вопросы географии, генеалогии и политики. В науке есть множество сообществ, разных и разных науковцев. Одни науковцы изучают физику, другие – химию, третьи – математику. В общем, они изучают природу в разных ее явлениях и проявлениях. Сейчас всех этих людей принято называть ученые. Среди ученых есть большое сообщество науковцев, которые занимаются изучением истории. Они считают, что история – это наука, что история является одной из наук. А люди, которые этой наукой занимаются, как и все, занимающиеся разными науками, тоже есть ученые. В сегодняшних представлениях истории есть гуманитарная наука, которая занимается изучением деятельности человека, занимается изучением мировоззрений людей в разных странах и в разных временах, занимается изучением социальных организаций людей и занимается изучением различных обстоятельств, в которых людям доводилось жить. Также они занимаются изучением и интерпретацией текстов первоисточников и изложением исторических событий. У историков есть свой аппарат – терминология, методология, исторический метод и прочее. Много историки сделали для того, чтобы историю можно было все-таки считать наукой, самостоятельной наукой. Главное – история занимается прошлым. И историки нам говорят, что прошлым они занимаются за тем, чтобы сегодня и в будущем мы не повторяли ошибок наших отцов, дедов, прадедов и далеких предков. Правда, по печальному опыту они же нам говорят, что история нас учит тому, что она нас ничему не учит. У каждого поколения должны быть свои собственные ошибки и свои собственные достижения. Такова жизнь. Историки, филологи и лингвисты нам говорят, что слово «история» происходит от древнего греческого слова «история» и от латинского слова «хистория», которое, в свою очередь, произошло от слова греческого. Но! Но в русском языке слово «история» связано со словами нос, носить, нога, ночь и с именем Нестор. И вообще, слово «история» связано со многими словами, начинающимися на букву «н». Дело в том, что в русском языке в письме соединение букв «ижица» и «и», то есть слог «ни» или «ви» можно заменить на одну букву, мягкую «ха». Сейчас в русской азбуке такой буквы нет, а была. И в чтении тоже можно слоги «ни» и «ви» читать как слабую букву «х». Но можно и наоборот. Букву слабая «х» можно читать как слог «ни» или как слог «ви». И это обстоятельство перешло из русского языка во многие языки европейские. Имя Нестор. В написании исходно есть неистор. И читается оно как Нестор, и по-другому оно может писаться как Хистор или Хестер. Читается такое слово как Истор. Были времена, когда это слово читали как Хистория или как Гистория, или даже как Гештория. Почти полностью слово, которое можно прочесть как Нестор, можно записать как... Вот наворочено, конечно. Не прочесть, не... Даже смотреть на это страшно. Но это просто есть три полных слога, стоящих один за другим. В старых правилах составления слов это слово есть слово трехслоговое. Здесь буква Т и вторая буква О есть соединительные буквы, а буква КСИ может читаться как соединение букв КС, как буква З или С, или как буква Х. А с приставкой КОН это слово можно прочесть как Христос или как Христофор. Легенда об Иисусе Христе является опорной историей для всего Старого Мира. И вообще, можно сказать, история о Его жизни и смерти является опорной историей для всей мировой истории. Легенда о Христофоре Колумбии есть основание новой истории и истории нового света. А Нестор Летописец написал историю о славянах в книге «Повесть временных лет». И эта история о славянах сейчас в науке считается самой историей славян. Кроме того, к этому слову имеют прямое отношение слова «Старик», «Старая», «Старина» и имя «Виктор», значение которого «Победитель». И все мы, уважаемые друзья, знаем выражение. Историю пишут победители. В науке происхождение имени Нестор связывают с греческим словом, примерно «ностоо», которое в переводе на русский язык означает «возвращаться», «отправляться» или «благополучно уходить». Таким образом, значение имени Нестор можно трактовать как «странник, вернувшийся домой». А всякий человек, который пишет рассказы и истории, сам в своем рассказе отправляется в литературное путешествие и берет туда с собой всех читателей. Когда же писатель закончит свою повесть или когда читатель дочитает все написанное до конца, они из этого путешествия возвращаются. Греческое слово «ностос», по-русски «ностос» есть тот, кто возвращается из путешествий. Поэтому считается, что имя Нестор означает «странник, возвращающийся на родину». А имя Нестор для мальчика означает «настойчивый, неистовый, упорный, настырный, монастырный или вернувшийся, благополучно вернувшийся домой». Всякую историю, которую рассказывает Нестор, рассказчик, можно представлять как путешествие туда и обратно. Нестор или Истор побывал где-то, побывал, поводил с собой путешественников, поводил, посмотрели путешественники на мир как бы своими глазами, и все вернулись назад. Вот вам и литература. Кстати, несколько слов о Николае. Имя Николай есть небольшое упрощение слова «Николай», которое исходно читалось как «Николай». Если это имя написать как «Колай», то читаться оно станет просто как «Коля». Все мы с детства знаем нашу шутку-прибаутку про Колю Николая. «Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй, а то барышня придет, поцелует, уведет». Или так «Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй, а то барышня придет, поцелует, не вернет». Или даже так «Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй, к тебе девочки придут, поцелуют и уйдут». А есть у нас еще и знаменитая русская песня про Николая. Валенки носить, да не в чем к миру и нам уходить. Валенки, да валенки, ой, да не подшиты стареньки. Валенки, да валенки, ой, да не подшиты стареньки. Ой, да боли, боли, не талай, сиди дома, не гуляй, не ходи на тот конец, ох, не таси девокам колец. Валенки, да валенки, ой, да не подшиты стареньки. Чем подарочки носить, лучше валенки подшить. Валенки, да валенки, ой, да не подшиты стареньки. Валенки, да валенки, ой, да не подшиты стареньки. Судьи люди, судьи бог Так же я любила По морозу по святку К милому ходила Валенки да валенки Ох, не подшив ты стареньки Валенки да валенки Ох, не подшив ты стареньки Нельзя валенки носить Не в чухнило уходить Валенки да валенки Ох, не подшив ты стареньки Валенки, валенки Ох, не подшив ты стареньки Валенки да валенки, ой да не подшиты стареньки Да, немного нескладная какая-то песенка, как бы несобранная Ну или, точнее сказать, разобранная Но так получилось из-за того, что ее сейчас поют не полностью Только четыре куплета из двенадцати осталось Для того, чтобы народные песни петь на концертах Их для всеобщего понимания немного изменяли И при этом для того, чтобы не утомлять слушателей и зрителей Их сильно сокращали Вот и Коля, Коля Николаша со своими валенками тоже немного подсократился Да все мы наших Николаев Колями зовем Значение имени Николай – замерзшая вода, лед Или в переносном смысле Николай есть замерзшее время Которое превратилось в камень Да, вот так, уважаемые друзья, наши предки сказали Что камень есть застывшее время Или замерзшее время, то есть вечность И вообще, Святой Николай Чудотворец – это наш Дед Мороз Дед Мороз Колотун Святой Николай Чудотворец – покровитель горняков и каменотесов Не случайно рассказ о Дмитрии Донском и его войске О том, как ему было видение иконы Николая Чудотворца Или самого Николая Чудотворца В туманном небе, на каменоломнях, на речке Угреши Что впадает в Москву-реку Это знамение помогло Дмитрию Донскому и его войску Одолеть врага в знаменитой битве на Куликовом поле Многие люди, в том числе и ученые-историки Считают этот рассказ настоящей историей Слова камень, кол, укол, колоть, колотить, околеть, холод и имя Николай Происходят от одной основы И состоят они все в одном изводе Множество слов начинается на слог НИ Но в некоторых случаях начальная буква ИЖИЦА читается как буква И И тогда, например, получается не НИЕРУСАЛИМ, а ИЕРУСАЛИМ Почти полностью слово ЙЕРУСАЛИМ писалось так НИРОУСТЕЛЯМ Читаться это слово может, например, как ЕРОЗЕЛЯМ Или так, ЕРОССЕЛЯМ Здесь начальная Н есть ИЖИЦА Буква Т – соединительная буква А последняя буква П перестала читаться Она читается только в словах ОЛИМП и ОЛИМПИЙСКИЙ Слово ОЛИМП происходит от второй части слова НИЕРОСТЕЛЯМП И означает оно ГОРА БОГОВ Означение слова ЙЕРУСАЛИМ есть название двух месяцев Месяца, в котором происходит весеннее равноденствие И месяца, в котором происходит равноденствие осеннее Сейчас они соответствуют месяцам март и сентябрь Но раньше, давным-давно, они соответствовали месяцам апрель и октябрь То есть Иерусалим Есть вход Солнца в мир и выход из него Второе, переносное значение слова ЙЕРУСАЛИМ Есть ГОРА ВРЕМЕНИ Или Начало Отчета ВРЕМЕН Входит Солнце в мир в созвездии лошади А выходит из него в созвездии собаки На сказочно древнем еврейском языке Эти два месяца называются, соответственно, примерно Яр и Тишрей А на чуть менее сказочно древнем языке иранцев Название этих двух месяцев слилось в одно слово И это слово есть имя легендарного основателя ЗАРАСТРИЗМА ЗАРАТУШТРА Некогда жрецу-пророку древних иранцев ЗАРАТУШТРИ Было дано откровение Верховного Бога Ахурамазды в виде АВЕСТЫ Священного Писания У нас в России и в Западной Европе ЗАРАТУШТА известен под именем ЗАРАСТР Конечно, к городу Иерусалиму Иисусу Христу Имеет прямое отношение и река Ярдан Имя Иисус и название реки Ярдан Тоже начинаются с буквы ИЖИЦА Если ИЖИЦУ читать как ИЖИЦА Или как ИЖИХА То имя Иисуса будет ЖИСУС А название реки Ярдан получится ЖАРДАН Так эти слова читаются в других языках Слово Ярдан состоит из двух частей Первая часть та же, что и в слове Иерусалим А вторая есть слово ДОН В значении река Таким образом, значение слова Ярдан Река времени Временная река Течение времен Как-то так Где-то так Другое чтение слова Ярдан Есть ИСТР ДОН Или река ИСТР То есть слова Йор и ИСТР Имеют прямое отношение к словам Ярусалим Монастырь НЕСТР И ИСТОРИЯ И к лошади А лошадь бывает рассказчик И несет, несет, несет Кстати, в Москве есть совсем небольшая речка Текущая прямо через центр города Речка Неглинка Когда-то она была вполне себе речкой Или даже вполне себе рекой По ней и лодки, и кораблики ходили Сейчас науковцы говорят Что речка Так называется оттого Что в ней некогда Было мало глины То есть Неглинка Это нет глины Не смешно На самом деле было время Когда она была рекой Николаенкой И ее набережной улицы была улица Никольская Она и сейчас называется улица Никольская Но сама речка Николаенко Неглинка Давным-давно течет под землей В трубах, в трубах, в трубах Во временах название Николаенко Превратилось в слово Неглинка Основа слов Николаенко Неглинка Слово сложное и длинное По-разному оно может быть сокращено В одном из сокращений Оно может считаться как и как Истринка Если в исходном слове Неглинка Начальную букву Ижица и букву И Читать как легкую Х То слово это будет таким Хейглинка А читаться оно может и просто как Глинка Часто начальный слог НЕ В русских словах воспринимается Как частичка НЕ Со значением отрицания Но во многих словах Этот начальный слог НЕ На самом деле есть слог НЕ С начальной буквы Ижица И записывать его можно как ХЕ А при чтении оно либо не читается совсем Либо читается как начальная буква Е Ещё редко бывает оно читается как слог СКЕ Например, слово НЕВЕСТА Сейчас это слово многими воспринимается словом как со значением НЕИЗВЕСТНОЕ Но если слово НЕВЕСТА записать как НЕЕВЕСТА С начальной Ижицей Или как ХЕВЕСТА То получится слово ВЕСТА Со значением ДЕВСТВЕНИЦА А краткое чтение слова НЕВЕСТА Есть имя ЕВА С тем же значением В прежние времена Значением слова НЕВЕСТА Было ДЕВСТВЕНИЦА И только в этом смысле она была никому неизвестной девушкой Слова ВЕСТЬ, НЕВЕСТА и ВЕДА Имеют отношение к слову ИСТОРИЯ И к имени НЕСТОР НЕСТОР ЛЕТОПИСЕЦ Написал повесть о славянах Или можно сказать, он написал историю про славян В науке истории Принято, что НЕСТОР ЛЕТОПИСЕЦ Написал не историю про славян А саму историю славян Монах НЕСТОР ЛЕТОПИСЕЦ Написал книгу с названием ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ На самом деле название этой книги длиннее И на современное ухо оно немного витиевато А был НЕСТОР ЛЕТОПИСЕЦ Черноризцем Печерского Федосиевского монастыря Или Федосиевского монастыря Черноризец Это монах Черноризцами называли монахов из-за того, что они носили черную ризу А черная риза, так называется, черная рубашка Особого покроя, которую носят монахи Черную рубашку, ризу, в монастырях носили в знак вины Дело в том, что в миру не носили черных рубашек И вообще не носили никакую черную одежду Рубашки носили светлые, без прикрас Или светлые, с каким-то рисунком, украшением Было время, если человек в чем-то провинился И его невозможно было простить в церкви Его отправляли из села на другой берег реки На тот берег, где стоял монастырь Монастырь всегда находится напротив села На другом берегу реки Монастырь – это церковное заведение для несения наказания Можно сказать, монастырь Есть исправительное учреждение Наказывали себя люди либо сами, либо за какие-то их проступки Наказывали служители церкви В знак провинности осужденного лишали волос То есть постригали И он переодевался в темную одежду Но в монастырях, разумеется, жили не только осужденные В монастырях жили и монахи Монах – это служитель монастыря В монастырях жили особые религиозные общины Человек, вступающий в такую общину, принимал постриг И давал обет вести аскетический образ жизни В соответствии с требованиями монастырского устава Так считалось, что монахи сидят, живут в монастыре Для того, чтобы другие люди в него не попадали Монахи отмаливали или замаливали чужие грехи Делали они это для того, так считалось, чтобы мир был чище Монахи принимали на себя чужие грехи И принимали на себя наказание за них для того, чтобы люди по ту сторону в миру не грешили И чтобы они не подвергали себя и других людей разным опасностям В монастырь уходили люди, которые не находили себя в праздной жизни В монастырях они были предоставлены сами себе И занимались там разными занятиями, требующими усидчивости, аккуратности и грамотности Монахи в монастырях писали книги, переписывали книги Занимались различными науками В том числе они занимались и языком Со временем в разных монастырях собирались сообщества монахов, занятых каким-то общим делом Подробнее о жизни в монастырях мы расскажем в одном из ближайших уроков А сейчас только скажу, что от слова «монастырь» происходят слова «министр», «министерство» и «администрация» В изводе в слове «риза» содержатся две буквы «з» Риза Но это две разные по происхождению буквы «з» Другое чтение слова «риза» есть слово «роба» А его более полная форма «ризаха» По-другому читается как «рубаха» К словам «риза» и «рубаха» имеют прямое отношение слова «редица», «ряженый» и «наряд» Риза и «роба» одно и то же К слову «чернорезец» имеют прямое отношение слово «черторезец» «Черторезец» «Чернорезец» и «чернорезец» очень похожи друг на друга слова «Черторезец» — это тот человек, который готовит деревянную дощечку для того, чтобы на ней что-то написать Он наносит на дощечку черты и резы Исходной чертой называется горизонтальная линия А резом называется линия вертикальная или немного наклонная Черты — это горизонтальные линии, а резы — линии вертикальные Когда дощечка разлинована чертами и резами, она готова к тому, чтобы образовавшиеся гнезда были заполнены буквами письма И эти самые черты и резы дошли до наших дней Все мы в детстве начинали писать в разлинованных тетрадках В клеточку для цифр, для арифметики и в так называемую косую линейку для письма Сейчас, уважаемые друзья, я еще немного расскажу о чертах и резах Но за моими словами вам нужно будет последить Итак, черты и резы поперечны друг другу А в жизни ширина плеч поперечна шагу Когда мы стоим на месте, носки наших ног стоят на черте А когда мы делаем шаг вперед, то мы черту пересекаем И дальше пространство перед нами режем, рассекаем То есть идем и нарезаем пространство перед собой на черты и резы Шаг – это рез Когда мы поторапливаем кого-то, то приговариваем Резвее шаг А того, кто быстро ходит, мы называем резвым Например, коня Получается, того, кто быстро или хорошо ходит, можно назвать шагастым или шагливым И мы так, конечно, не говорим Мы говорим резвый И вообще, шаг левой ногой мы называем раз Когда ходим, то раз-два левый, раз-два левый, левый, левый Плечи, ширина плеч – это черта А шаг – это рез или раз Черта – это почти всегда темное или даже черное Линия на чем-то более светлом Более полный вид слова «черта» и слово «черниета» Которое мы сейчас произносим как «чернота» Слово «чер» может не читаться И от слова «черниета» остается слово «ниета» От слова «ниета» происходит слово «нить» Слово «нить» имеет отношение и к слову «черта» В передней поверхности тела есть поверхности теплые или светлые А задние поверхности тела – это поверхности холодные или темные, черные Живот соответствует месяцу маю Грудь соответствует месяцу июню Лицо – июлю А шея с плечами соответствует месяцу декабрю Спина – январю и так далее Таким образом, черта ширина плеч есть черная черта Отсюда всякая черта считается чертой черной Одежда наша держится на наших плечах Ну, не вся, конечно Но мы привычно говорим «одежда с моего плеча» Или еще с чего-либо плеча чужого Так раньше считалось, что одежда держится прежде всего на плечах человека Дело в том, что в соединении букв «п» и «л» в русском языке может читаться как буква «д» Это обстоятельство перешло и во многие европейские языки Слово «плечо» можно читать как «дичо» А слово «оплежда», то есть то, что держится на плечах, стало читаться как слово «одежда» Поэтому по всему риза, держащаяся на плечах, есть черная роба Как бы черная Она должна быть черной А слово «рубашка» – это есть нечто противолежащее к слову «роба», к «рубаха» И «рубашка» по смыслу не черная, а белая или светлая Кстати, в связи с этими обстоятельствами европейский костюм мужчины есть белая рубашка спереди и темный или черный деловой костюм на плечах Грудь должна быть белой, а плечи черными Подошвам ступней ног соответствует месяц март И от слова «март» происходят слова «марш», «маршрут», «маршировать» А в другую сторону это слово читается как «трам», «трамп» или «трап» И от него происходят слова «тропа», «трасса», «транс» и «транспорт» А некоторое упрощение слова «трасса» есть слово «рас» Слова «март» и «рас» есть слова одного извода И март месяц не черный и не белый Он между ними Поэтому черты должны быть черными, а резы должны быть просто заметными Этого достаточно Вот поэтому по всему, по всему Слово «чернорезец» и «черторезец» Это слова, имеющие друг к другу прямое отношение Многим сейчас покажется Ну вот, стянул разные-разные понятия в одну кучу За уши все одно к другому притянул И пытается все это нам складно изложить Несет чушь и не стесняется Но природа, уважаемые друзья, так устроена Что если что-то с чем-то по-настоящему не сходится То никакие уши не помогут их собрать воедино И ничего складного из них никак не получится Кстати, еще кое-что о литературе Там я немного не договорил, нужно было кое-что пояснить Теперь с пришедшими пояснениями еще расскажу, что такое литера Поясню яснее Литера – это не только буква Литера – это гнездо для буквы И сама буква в ней Гнезда для букв – это пространство, которое задают черты и резы А уже в этих пространствах нарезали или нацарапывали буквы Черты и резы, задающие гнездо, – это тонкие линии А буквы в этих гнездах изображали линиями широкими Буквы на деревянных табличках вырезали И можно сказать их выскабливали или вытирали Слово тер в латыни означает трижды И многие слова, которые начинаются на этот слог тер В латыни означают тереть, точить, сверлить, выедать И все в таком духе И в русском языке тоже слово тереть связано со словом три Помните, должны быть, дорогие друзья, из детства Три, 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 сколько будет? Дырка будет То есть, если что-то долго тереть, дотереть, можно протереть его до самой дырки Буква на дощечке вытерта То есть, она есть фигурное углубление в виде буквы А если букву не выскабливали Если ее не выскабливать и не выедать А наоборот, сделать ее выпуклой То такая буква будет называться не натер, а натер с приставкой аль Альтер или атер Значение слова альтер измененный, иной, ну и так далее От слова альтер происходит слово альтовый, альтерация и альтернатива И от слов альтер или атер происходит слово литера Литера есть площадка для буквы, выпуклая буква на ней И отсюда литерой называется типографская литера Типографская литера это небольшой прямоугольный брусочек Из дерева или из особого сплава Такая маленькая печатка, печаточка И раньше эти, кстати, литерами набирали на особых досках тексты И делали с них оттиски с краской на бумаге И набор из литер называется литература Вот так раньше печатали книги и газеты И о литературе на сейчас почти все Вот такая у нас получилась занимательная, я думаю, экскурсия по телу человека И по разным связанным невидимыми ниточками понятиям Однако речь-то у нас с вами сегодня, уважаемые друзья Не о монастырях, чертах и резах Речь у нас сегодня о монахе Несторе, чернорисце Который написал книгу о славянах И в названии которой есть слова Откуда есть пошла русская земля Занятная книга О многих народах Нестор в своей книге написал Начинает он свое повествование, конечно, не со славян А со всемирного потопа О славянах же рассказ начался с рассказа О разрушении Вавилонской башни И с разделения народа исходного на 72 народа Слова Нестор, летописец Можно воспринимать как имя некого историка Который пишет что-то о лете или о летах Но можно эти слова воспринимать и как название текста Как нечто написанное историком Описывающего какие-то временные лето Теперь, уважаемые друзья, нам нужно прояснить Что же такое лето Думаю, дальше мы не двинемся, пока этого не выясним Лето Есть название всего времени От весеннего равноденствия до равноденствия осеннего Новое лето начинается в день весеннего равноденствия И день весеннего равноденствия называется новолетие А время от осеннего равноденствия до равноденствия весеннего называется год И новый год, новогодие, начинается в день осеннего равноденствия И в день осеннего равноденствия праздновали наступление Нового года. Так было раньше, пока Новый год не стали праздновать зимой. А зачем и почему празднование Нового года перенесли на зиму не в этом уроке? Время можно измерять летами, от одного нового лета до следующего, или его можно измерять годами, от одного нового года до следующего. Лето – теплая половина года, а год половина года – холодная. Слово «лето» – есть слово одного извода со словом «тепло». Уважаемые друзья, к нашему сожалению, на сегодняшнем шаге изложения ясны, невозможно кратко объяснить, каким образом связаны слова «лето» и «тепло». Нужно говорить об образовании букв и об образовании слов. Не стану я сегодня этого делать. Но они связаны. Слова «лето» и «тепло» – это разные сокращения одного довольно длинного исходного слова. А слово «зима» связано со словом «мороз». И по-другому слово «зима» можно записать как «схема». Здесь первая буква «кси» есть остаток, хвост от предыдущего первого слога. Буква «кси» может читаться как буква «зе» и еще по-русски. Она чаще читается как «хи», как в имени Александра, например. Поэтому по всему слово «зима» можно записать как «хима». Слово «зима» в виде примерно «хима» известно во многих европейских языках. От слова «зима» в виде «хима» происходят слова «хилый» и «холод». Слова «зима» и «холод» есть слова одного извода. Еще в одном изводе со словами «зима» и «холод» состоят слова «кол», «колоть», «колотун» и имя «Николай» – имя нашего Дедушки Мороза. И еще от них происходит греческое слово «криос» в значении «холод» или «мороз». От слова «криос» происходит множество разных холодных слов и названий различных технических устройств, имеющих отношение к холоду. Например, «криотехника», «криотерапия», «криостат» и «криогенератор». Кстати, название острова Гренландия – это искажение, это чей-то розыгрыш, чья-то шутка, застрявшая в заборе, как шутка о немых немцах. Никакой он не зеленый остров. Один лед. Один лед да лед кругом. Исходно он есть Крионландия, то есть он есть холодная страна. Остров Гренландии исходно называется Крионландия. «Жизнь у людей раньше была такой, что все, что делалось, делалось летом. А зимой все сидели по домам и ждали, когда придет лето и придет тепло. Зимой вся природа затихает, замерзает и ждет, 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 все ждут. Летом действовали, а зимой готовились к летним действиям. Зимой только готовились к летним действиям, а летом действовали. Все мы знаем русскую поговорку-приговорку «Готовь сани летом, а телегу зимой». Время действия измеряли летами, а времена ожиданий – годами. Слова «год», «годить» и «ждать» есть слова одного извода. А значение слова «морока» тоже «ждать», «ожидание». И происходят слова «морока» и «морочить» от слов «зима» и «мороз». Если мы имеем в виду деяния, действия, деятельность и свершение, то говорим о летах. Сколько лет прошло? Или «Сколько тебе лет?» А если мы имеем в виду ожидания, то говорим обещанного «три года ждут». Потом забывают. Или «Сколько лет? Сколько зим?» Кстати, из наук «лету» соответствует физика. Физика изучает внешние действия тел и воздействие одних тел на другие тела. А зиме соответствует наука «химия». Химия – это внутреннее взаимодействие тел, внутренние процессы в телах и веществах. Летом в монастырях занимались физикой, а зимой – химией. Слово «физика» связано со словами в значениях «природа», «рождать» и «создавать». И слово «физика» имеет прямое отношение к слову «действие» и к словам, связанных с половыми органами. А химия – наука о перерождениях, и она противоположна физике. Слово «химия» связано с понятиями «перерождение» и «переход» вещества из одного состояния в другое. Слово «химия» имеет отношение к волосам и к внутренним частям головного мозга, которые все вместе в русском языке называются «истинное лицо». Слова «физика» и «химия» очень связаны. Слово «химия» состоит из тех же слогов, что и слово «физика», но у всех этих слогов впереди есть приставка «с». Итак, все-все-все-все действия летом, все походы, все битвы, все завоевания – все летом. Поэтому все описания деяний люди называют «летопись», а свод законченных летописей называется «летописец». Или «летописцем» называют человека, который пишет летописи, отдельные истории, и который затем собирает эти истории и летописи воедино. Кстати, кое-что об этом уже как-то было дело, говорил Виталий Владимирович. В былые времена весеннее равноденствие считалось правым равноденствием, и все летнее полугодие считалось правым полугодием. Равноденствие считалось равноденствием левым. И все полугодие зимнее считалось полугодием зимним. То, что писали летом, то именно писали. И то, что написано, называется «писание». Летние дела описывали, их описывали писатели. А то, что писали зимой, то не писали, а скрипели. Слово «скрипеть» по-русски можно читать и как «хрипеть». И то, что «наскрипели», «нахрипели» называется «хроника». Зимние посиделки за описанием всех дел и всех подвигов героев за прошедшее лето называются «хронология». И хронологии писали «хронисты» или «хронологи». Слова «скрипеть» и «хроника» – это слова одного извода. А не совсем русское слово «хронос» в значении «время» происходит от русского слова «скрипеть». И вы знаете, дорогие товарищи, в устройстве часов ход времени задаётся «храповым механизмом». Кстати, хроника, написанная на плитках-дощечках, некогда называлась «скрижали». Писали в древности в правую сторону и правой рукой, а скрипели в левую сторону и рукой левой. Правой рукой писали правописания и описывали в них положение дел, а левой рукой скрипели манускрипты, в которых описывали деяния героев. Слово «манускрипт» имеет непосредственное отношение к словам «монах» и «монастырь». И от слова «манускрипт» на наших югах произошло слово «санскрит». А от слова «скрипеть» произошли слова во многих европейских странах в значении «писать». Так в древности считалось, что правая рука своими действиями задаёт пространство, а левая рука отвечает за время, и она задаёт времена. Почему так? Как-нибудь подробно поговорим и об этом. А сейчас вернёмся, наконец, к тому, с чего начали. Хоть это, пожалуй, и смешно, столько наговорить и под самый занавес, наконец, собраться говорить о деле. Да, очень у нас затянулись объяснения и объяснения объяснений. Я боюсь, что просто утомил вас всех, всеми своими кстатями. Но я думаю, всё-таки мы здорово обо всём поговорили. Монахи-писатели и хронисты в своих произведениях объединяли пространство и время. Объединяли условия, в которых жили герои, с их делами и свершениями. Таким произведением, сводом пространств и времён является одна из древних книг, которая сейчас историками принята за историю славян. Повесть временных лет. Нестор-летописец написал книгу с длинным названием, в котором содержится много непонятных слов и непонятных обстоятельств. И написал он эту книгу, как вроде бы в Киеве. А мы в нашем сегодняшнем уроке тоже соединяли разные знания друг с другом и соединяли то, что знали с тем, чего не ведали. А что касается Днепра, то да, он огромен, но о нём в следующий раз. На сегодня всё, важичи и важи. До свидания. Будьте здоровы. Судьи люди, судьи бог, как же я любила, По морозу по секунду к милому ходила. Валяныки, да валяныки, ох, не подшив ты стареньки. Не леся валяныки носить, мне в чушьь милому ходить. Валеники, да валеники, окни подшиты стареньки Валеники, валеники, окни подшиты стареньки